Здесь бойкая торговля идет с самого утра. За свежими овощами и фруктами, мясом и рыбой приходят местные жители и туристы. Каждый выходной ходим сюда. Тут же центр. Все сюда за любым товаром приходим все время. Пенсионеры есть, получают по 5 тысяч. На что она может купить, если там все втридорого. А вот ярмарку надо держать. Ни в коем разуме не убирать. Александр Блинда приезжает в Лазаревское из Курганинска. Он фермер со стажем. Личное подсобное хозяйство содержит уже почти 20 лет. Работать на земле отцу помогают дети. Ассортимент у нас и цветы, и овощи, и фрукты. Все, что есть в огороде, что есть у родственников, привозим, продаем здесь. Практически свежий. Получается, мы пятницу, четверг готовим, срываем, в субботу уже торгуем. Свою продукцию регулярно привозят в Лазаревское 27 кубанских фермеров. За выходные каждому из них удается продать около тонны собственных овощей и фруктов. Во время рабочей поездки в район глава города сам прошел по торговым рядам. Анатолия Пахомова интересовали цены. Кстати, стоимость товара на привозе еженедельно фиксируют. Продавать товар дороже рекомендуемой цены торговцы не имеют права. Соответствующий документ вывешен на стенде покупателей. С ним может ознакомиться любой посетитель. Есть и контрольные весы. А сколько в Куфевичах стоит карп? 120. А почему здесь 150? Там ближе вращивается. Чем дальше, тем дороже. Ну надо и у нас 120. У нас спрос получше, правда? Надо мне посмотреть рекомендательные цены. Глава города считает, в Сочи нужно возрождать собственное сельхозпроизводство. Тогда цены будут ниже, а качество продукции наоборот выше. И речь сегодня идет о том, что у акционерных обществ очень находится большое количество земли, которое не обрабатывается. А мы хотим, чтобы наши жители, которые желают заниматься сельским хозяйством, имели земли в аренде, выращивали сельхозпродукцию и оказывали двойную пользу. Для себя, чтобы зарабатывать. И, конечно, мы в состоянии рынок Лазаревского района наполнять своими продуктами. Сейчас на курорте разрабатываются механизмы поддержки сельхозпроизводителей. К решению проблемы подключились и депутаты Законодательного собрания края. Елена Всецна, телекомпания ФКТ.